38-летняя жительница села Дубенки очень верит в голоса. Они с ней общаются, говорят, что делать и как себя вести. В прошлом месяце голоса убедили женщину, что надо взять банковский кредит на 200 тысяч рублей и перевести деньги на определенные счета. Все было сделано строго по инструкции. Деньги ушли, голоса пропали. А жертва мошенников осталась один на один с займом. Однако история на этом не закончилась. В июне женщине снова позвонили. На трубочку ответил. Он сказал, что с моей карты лицевой счета списали деньги. Хотели взять на меня кредит. Они потом сказали, что они аннулируют мои счета, если я куплю фейерверк и пойду подожгу банк. Я пошла в магазин, купила фейерверк, пошла в банк, подожгу банк, ушла оттуда. Сотрудники банка почему-то такой клиентки оказались не рады и давая названивать в полицию. Там тоже не оценили красоты поступка и поехали на место событий в Октябрьский район Саранска. Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа МВД России по городу Саранск. При просмотре записи из камер видеонаблюдения полицейские установили причастную к совершению правонарушения. Ориентировка с приметами подозреваемая была передана всем наружным службам полиции. Позже аналогичные сообщения поступило из сетевого магазина этого же района. Для шутки слишком много, для теракта слишком мало, а вот для уголовной статьи хулиганства в самый раз. Жительницу Дубенок изловили на Химаше. В ее поисках и задержании участвовали сотрудники МВД по Мордовии, регионального ОФСБ России и управления Росгвардии. Позднее выяснилось, что все свои действия злоумышленница демонстрировала общавшемуся с ней мужчине посредством видеосвязи через мессенджер. Звонки ей поступали с территории Украины. За май в органы внутренних дел Мордовии с заявлениями о хищении денежных средств обратились 102 местных жителя, которые лишились более 34 миллионов рублей. По-прежнему самыми распространенными способами совершения преступлений остается защита от несанкционированного списания и оформления кредита неизвестными с последующим переводом сбережений на так называемый резервный счет или безопасные ячейки. Подобным образом 34 потерпевших потеряли более 19 миллионов рублей. Теперь Мордовия пополнила список регионов, где расследуются уголовные дела о применении пиротехники. Правда, у нас все прошло не так эпично, как в Воронеже. Там водитель автомобиля отрывался от погони гаишников и отстреливался фейерверками. Евгений Волков, Наши новости.